Мэр Хьюсон и городской совет потребовали от пяти христианских проповедников заранее предоставлять в суд тексты проповедей. Это решение последовало после того, как они в своих обращениях к прихожанам высказались против муниципального постановления, запрещающего любую дискриминацию представителей сексуальных меньшинств в сфере предоставления жилья, трудоустройства и в общественных местах. Сенатор-республиканец Тед Круз, который, похоже, уже готовится к президентской кампании 2016 года, одним из пунктов своей программы ставит борьбу против угрозы конституционным свободам. Мэр Хьюстона Энис Паркер, которая не скрывает своей гомосексуальной ориентации и играет активную роль в продвижении прав геев, оказалась в центре атак со стороны консерваторов. Христианские активисты обратились в суд с жалобой на городские власти. Юристы города, которые выступают в защиту нового городского постановления, предложили преследовать пасторов повестками в суд за высказывания в проповедях против нового постановления. Христианская юридическая кампания «Альянт защиты свободы» считает действия городских властей явной попыткой запугать граждан, которые ничего не сделали, кроме того, что просто не согласны с правительством по некоторым политическим вопросам. И все это будет иметь негативные впоследствия не только для беспартийных пасторов, но и для других людей. Стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала интернет-компанию «Хьюстон Ви Хэф Э Проблем» в поддержку пасторов Хьюстона. Кристон, основатель организации «Фейв Драйвен Консюмер» и инициатор компании «Хьюстон Ви Хэф Э Проблем», призвал Twitter разблокировать петицию, которая собрала уже 9 тысяч подписей, а также призвал городские власти Хьюстона прекратить преследовать пасторов за их убеждения.